клево всем друзья я на реке на кубани с фидером сегодня хочу половить рыбку посмотрим что получится фидер это огонь в реке кубань сейчас полноводная сильно разлитая воды очень очень много все затоплено мест для рыбалки не так уж и много комары жрут друзья просто их миллионы и миллиард сейчас сожрут меня полностью ну что друзья короче погнали мешать мешком прикормку поехали что друзья сегодня для замеса взял два две прикормки черный хлебушек снасти здрасте и медиакар почему их потому что других не было заехал магазин перед рыбалкой хотел просто простого не самого дешевого дешевую черного леща взять ее почему-то нигде нету пришлось вот так вот набрать без разницы кубань такая такой водоем которая прикормки терпит лишь бы была темная кубань и сильно принципиальная по прикормкам больше работает запахи и цвет производитель теперь немножко водички что прикормка начала открываться начала брать воду вся была влажная комары жрут друзья это примере над это уже попшикался чиколка мало чем помогает да друзья кубань стоять на друзья кубань это не весенний карась прикормки надо побольше синего карася пол пачки прикормки несколько килограмм грунта ты нормально что я сегодня забыл доказал забыл приготовить кашу собой собирался уже очень поздно с работы вернулся очень поздно и быстро просто покидал вещи и мотанул про кашу просто забыла она уже очень много люди уже приехали позже меня уже по закидывали снасти а я еще только прикормку мешаю кишки грозные птицы пахнет очень вкусно друзья офигительный запах медиа с хлебушком очень интересный вариант прикормка красивая коричнево черная получилось серия карп довольно крупная зерновые много всяких кусочков кукуруза зерновые но это не все друзья за полирую я это чуть-чуть стопусом дам такую воню течку повкуснее пахло ой какая убойная вещь получится виде октопус и хлебушек я надеюсь рыбке понравится грызут за раз за все это я попшикался все прикормка стала более темная после добавки вонючки все сейчас на минут 15 постоит как раз пока займусь точкой ловли потом перед рыбалкой еще добавлю водички до готовность для начала надо определиться что и как здесь глубиной воды очень много все разлилось поэтому совершенно непонятно на 32 40 граммовая кормушка утонула убина добрая здесь сейчас обратка образовалась когда воды уровень здесь идет одну из руслую проходит вдоль берега но сейчас большой объем воды вода разлилась и здесь образовалась обратку все нашел границы кидать далеко не надо как раз обратка под берегом на ней буду ловить возможно посмотрю 40 грамм кормушки хватит несмотря на то что большая глубина то есть если я буду ловить уже за обраткой там груз понадобится грамм 80 друзья поставил кормушку 60 грамм просто по причине быстрее доходит до дна можно ловить сороковка здесь именно вот в районе обратки в районе я в районе ямы но больше 30 секунд падает это немножко это немножко перебор ну что . определился в принципе корыто 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 и в принципе без разницы плавный туда прием подъем плавный сюда подъем глубина на метров 6 здесь сейчас поэтому сильно где ловить особо разницы нету в этом старте чуть ближе ну что начинаю кормить прикормка великолепная шикарным ароматом просто с ума сходит сходит поднимается ветерок обещали на сегодня усиление ветра завтра вообще ураган сильно обещали до 18 метров в секунду еще и завтра дождь обещали поэтому все бросил доработал допоздна и рванул на рыбалку ну что друзья начинаем кормить сейчас положу 8-10 кормушек все таки река рыбу надо звать сдалека и удерживать на точке соседи уже вовсю карася ловит а я только начал загарливать друзья ну что друзья последняя кормушка вот она красавица и быстрее в бой на рыбалку хочется пошла родимая пошла она уже там на воде целая куча всякого мусора комары ужас вот так прям роятся перед лицом как будто где-то на севере находится ну что кормушка заброшена последняя теперь цепляем поводочек несмотря на то что века я не буду ловить . длинного поводка я сразу начну с 30 сантиметрового пока это уме этого хватит так что у меня тут что сейчас начнем начнем 14 поводок 12 крючок а там посмотрим что за рыба будет возможно будем и увеличивать крючок и утолщать поводок ну и по традиции в кубани друг соратник красный опарик ну начну не с одного начну с двух первая кормушка боевая в бой в бой друзья покровка была мощнейшая вылезать поводок на месте резко тык и сложила удилище да нету поводка просто резко тык и все как будто уперлась офигеть что это было 014 как и не было еще без фидергамма потому что до монтаж фидергамма поставить плывет крысеныш ну меня и монтаж на монтаж фидергамма и удлиню сейчас поводок пока что то непонятно рыба на точке есть открывать не хочет любит бросит любит бросит вставлю у меня поводок поводки по 30 сантиметров и вставки по 30 сантиметров только сейчас одену поводок будет у меня длиной 60 сантиметров плюс фидергам крючок сразу побольше будем разбираться что и надо чтобы заставить клюнуть так как на точке рыба есть и вертик входит в одном не сразу но секунд через 40-50 уже начинаются подергульчики и периодически дюбает что то есть ребятки есть рыбка на червячках кто то клюнуло что то на червячка сейчас узнаем кто там рыбка 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 кто там какой кто это карасик друзья какой классный а вот он кубанский карасик червячка скушал есть там рыбка вы не верите вот ну как вы Клянула почти сразу на опарыша, кто там, сейчас узнаем. Кто опарыша захотел, кто пористый, кто-то упористый. Убьет, до последнего сопротивляется, ничего себе, ого, ого, ага, ясно, карась плавником клюнул, светленький, кубанский карась, он светлый, в принципе вся рыба, щука, судак, окунь, кубанские, все очень красивые, очень светлые, так, очень похоже, что там рыба есть, что-то отклевать не хочет. Подрежу вот так вот опарыша и червя, посмотрим, даст результат или нет. Постоянно прыгает течение, то усиливается, то ослабевает, прям заметно, очень сильно, по обратке. То тяга вот здесь, где обратка, в эту сторону начинается, то разворачивается в обратную. Еще чуть-чуть течение усиливается, и здесь потянуло сюда. Течение ослабло, потянуло обраткой. Иди сюда, иди сюда, хорошенькая, есть рыбка, почти сразу после заброса. Ой, какой хороший карасик. Отличный карасик, ребятки. Просто шикарный, карась весь побитый после нееста. Вот такой красивый, кубанский, красавец. Хороший. Вот такой. Иди сюда, иди сюда. Самое интересное, назвать сильными поклевками нельзя. Такие дюб, дюб, дюб. Увлекай, карасик неплохое. Отдай удочку, такого нету. Очередной красавец кубанский. Вот он, красивый. Ребятки, смотрите, выпает. Пути-пути-пути. Машкара, комары, все жрут. Все замучили, садятся на очки, лезут в глаза. Так, в бой. На точке мелочь собралась. Поклевка в руку была на падении. О, чихонь, друзья. Небольшая чихонька. Вот это вот в руку на падение и было. Вот она. Небольшая. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Есть рыбка, есть. На точке рыбы валом. Заходит, цепляет. С поклевками и нету голода. Какой карасик шикарный. Какой хороший карасик. Как ее... Буфало. Нет, это настоящий карась. Серебряный обыкновенный карась. Или необыкновенный, серебряный карась. Тот, который обыкновенный, это золотой. Серебряный карась, друзья. Налейкий, толстый. Тебе знать, икряной или нажрался. Такой толстяк. Красавец, друзья. Вот такой. Иди сюда. Иди сюда. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, давай. А, ребята, опять сход. Так, меняю крючок. Это не дело. Меняю крючок. Иди сюда. Иди сюда. Клюет рыбка. Есть, карасик. Расклевался. Ой, какой красавец. Где иди ко мне. Ой, красавец. Вот это карасичка. Не убегай, не убегай, побудь с собой. Вот такой красавец, смотрите, друзья. А, смотрите, побиты после нереста. Карасик нерестился. Вот такой весь битый, весь в коцках клюет. Но зато, смотрите, а, плавник как остопырил. Ой, красавец. Расклевался карасик. Вроде бы. И у соседей получше стало. Само интересно, прям с утра почти не было. Было очень плохо. И вот на тебе. Стало получше. Чуть в ворону не попал. Прикольно. Сейчас бы в ворону шип, это было бы нечто. Мимо исход. Они сидят, сидят, сидят. Вроде сидит рыбка. Так, сидит. Сидит. Пересход. Карасик. Вот так, друзья. Перебирая длину поводка от 15. Красавица. До 90 сантиметров. Подобрал ту длину, которая сегодня лучше работает. У меня это сегодня 60. 60 сантиметров сегодня показывает лучший результат. И червь кусочками работают лучше, чем когда одеваешь цело. Казалось бы, какая разница. А вот физически такое бывает. Да, е-мое, мошкара. Комары. Ужас. При этом сказать, что поклевки бешеные, невозможно. Поклевки довольно не сильные. Хотя карасик хороший. Река. Послушать профессиональных спортсменов. Те расскажут, что на реке всегда мощные поклевки. Сейчас. Оп-оп-оп. Есть рыбка. Есть рыбка. Карасики, карасики. Ну, какой красавец. Шикарный карась. Походу, самец от нерестившийся. Ой, классно. Погода огонь. Просто шикарная. Не жарко. Плюс тут еще тенек. На завтра донь с грозой обещали. Сегодня, возможно, к вечеру гроза. Возможно, на эту перемену и карась чуть-чуть нервничает. Точно, друзья, слегка душновато. Есть такое немножко. Дождь перед дождем. Комар обычно очень злой. Вот. Что у нас сегодня и получается. Он сегодня очень злой. На репелленты не реагирует. Вот эта поклевочка была. Долго он там возился. Долго думал, плюнуть или нет. Да, решился все-таки. Долго возился он там. Ну что, друзья, рыбку половил. Довольно классно. Карасик на фидер клюет. Активность, активность средняя, наплывами. Здесь течение, вот в этой яме получается, то в одну, то в другую сторону. Течение в самой Кубани усилится, гонит сюда. Течение ослабеет в Кубани, гонит обратку. Поэтому ловить и клев точно так же. То усилится, то ослабеет. Ну, подловил. Килограмм пять карасиков. Отличный зачетный карась. Офигительный, кубанский. Как я и говорил, гипы совершенно не работают. Работает чистая насадка. Лучше всего показал результат красный опарик вместе с бутербродом, с червем. Рыба клюет. Ловить можно. До новых встреч, друзья.